Могилёв театральный город Уверял Гоголь, и мы с ним согласны Каким-то образом на Мартконтакте Зрители понимали, о чём идёт речь Даже на постановках на иностранном языке Герои Достоевского заговорили по-литовски В постановке Вильнюсского театра-студии «Тео Май» Конечно, сюжет братьев Карамазовых знают все Но нужно было творческое погружение Но у вас очень уютно, очень красиво И эта чистота, это не только земная чистота Это у вас на душе Все гости Мартконтакта отметили тёплый приём Могилёвской публике Всё раз здрасте всем Среди них были известные люди Например, российский театральный режиссёр Художественный руководитель Небольшого драматического театра Из Санкт-Петербурга Лев Эренбург Он провёл мастер-класс Для молодых могилёвских актёров И студентов колледжа искусств Он демонстрировал свой режиссёрский метод Этюдный Иногда у артиста в большом пальце ноги Ума больше, чем у меня в голове Ему тело подсказывает Гертруда в сцене из Гамлета Бегала по лестницам И актёрская игра получилась очень эмоциональной В последний фестивальный день В театре кукол на шоу Брэмнера Дьюти 33 кабаре Аншлаг Артист из Нью-Йорка Рассказывал историю о свободе личности и творчества О репрессиях против людей искусства Это был прообраз берлинского кабаре Где выступала Марлен Дитрих И которая разгромили нацисты Но каждый находит в программе спектакли Которые находят отзвук в его душе Наибольшее впечатление лично на меня Произвела новая постановка Игоря Казакова По рассказу Владимира Короткевича «Синяя-синяя» Тема патриотизма Любви к родине, к нашей Беларуси Там раскрыта действительно очень ярко И в то же время ненавязчиво и непафосно Итак, что ищут в наше время люди в театре? Я шукаю нечеканных темов Я чекаю неких дивных, может, варьяцких часами Неких помыслов, которые так в жизни мы не можем это увидеть на что дня Вы знаете, иногда полезно прочесть вместе с художником, режиссером или актером пьесу или произведение Чтобы вновь посмотреть на себя со стороны Иногда покопаться в своей жизни Что не так, что так Театр для меня – это тишина Я думаю, что это все, что происходит на сцене Это трудно назвать тишиной Но по большому счету она тишина Которая озвучивает, которая вызывает в душе каждого, который в зрительном зале Может, не каждого, но во многих это откликается Тишина на спектакле «Саша, вынеси мусор» была оглушительной Нельзя сказать, понравился спектакль или нет Он просто ударяет по тебе, эмоционально, сразу Пьеса украинки Натальи Ворожбит В постановке Белорусского государственного молодежного театра Саша военный, который умер от сердечного приступа Две женщины, его жена и его приемная дочь Реальная жизнь и призрак Странные реверсы как будто открывают дверь в параллельный мир О чем спектакль? О смерти, о которой приходится помнить О жизни, когда нужно ценить каждый день близких людей И, наверное, о любви Три главные театральные темы здесь сплелись Каждый в этой истории он видит что-то свое Вспоминает что-то, кем-то что-то пережито Какую-то свою боль И это очень глубоко, это очень лично И не так просто все Как бы там не складывалась жизнь непростая Понятно из пьесы, что непростая жизнь была у них Но, тем не менее, любовь она есть И этот белый теплоход У каждого он свой Символ маленького человеческого счастья В любви, жизни и творчестве АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...